Субтитры создавал DimaTorzok С днем Ангела, дорогие именинники! Имя, о котором мы сегодня расскажем, раньше было нарицательным, а теперь стало собственным. Матрона, или в переводе с латинского госпожа, знатная женщина. Так раньше называли всех женщин, которые отличались знатностью происхождения. Попавши на Русь, это имя несколько смешно видоизменилось. Им стали называть простых русских женщин, и в нашем понимании Матрона – это обычная женщина, девочка, бабушка. И ничего в ней особенно знатного мы по имени не примечаем. Известная на Руси игрушка Матрешка тоже происходит от этого имени. Краснощекая красавица также может вызывать нашу такую веселую реакцию и может так называться. Сегодня мы расскажем о святой, которая носила это имя. Святая преподобная Матрона жила в Пергии, Памфилийске, это область Малой Азии, жила в пятом веке. В молодом возрасте ее выдали замуж за одного богатого человека, и они переехали в Константинополь. У них родилась дочь по имени Феодотия. Матрона была набожна. Она часто ходила в храм в любое свободное время. Горячо подолгу молилась, там познакомилась с благочестивыми старицами, которые учили ее различным духовным подвигам, молчанию, борьбе с помыслами, псалмопению и многим другим важным вещам. Этот разлад между духовной жизнью супруги и мирской жизнью ее мужа, в конце концов, вызвал такое состояние, когда Матрона не могла уже жить под одной крышей со своим мужем и имела в сердце тайное желание уйти из семьи и стать монахиней. Однажды ей было видение. Толпа иноков шла по городу, мужчин иноков, и она, спрятавшись между ними, ушла от мужа, и он ее не заметил. Матрона проснувшись, она поняла, что нужно уйти в мужской монастырь, поскольку в женском муж ее разыщит. Она ушла в один из мужских монастырей и выдала себя за Евнуха, поскольку не имела растительности на лице и была миловидна. Долгие годы прожила Матрона в монастыре под именем Вавилы Евнуха. Никто не догадывался о том, что она женщина, поскольку она была равна в трудах и молитвах всем мужчинам. Однажды, правда, заметили, что мочки ушей ее проколоты. Это вызвало некое подозрение. А потом одновременно двум старцам обители был сон, в котором было открыто, что сия послушница и послушник, в общем-то, женщина. Старцы вызвали ее и с гневом допросили, почему она скрывается в мужском монастыре, не желает ли она соблазнать и разбращать монахов. На что Матрона открыла им свою жизнь и сказала, почему скрывается под мужским обличьем. Видя ее добродетельную жизнь, старцы благословили ее, однако повелели из монастыря уйти. Со временем она стала игуменей женского монастыря. Узнав, что муж ее приставился, вернулась в Константинополь. Благочестивая ее жизнь собрала вокруг нее множество женщин, желавших святости и хотевших жить в монашеском образе. Достиг же глубокой старости, Матрона отошла к Богу. Ее жизнь есть исключение, которое, в общем-то, только подтверждает правила. Правилом жизни для женщины есть любовь к мужу, чадородие, которым женщина спасается, любовь к детям, воспитание их. Именно здесь место женщины и здесь ее спасение. Матрона является, повторяю, лишь исключением из этого общего важнейшего правила. Поэтому, дорогие сестры, не спешите подражать этой святой, поскольку то, что доступно и благословенно для одного избранного, недоступно и неблагословенно для множества желающих, но вряд ли могущих, понести сей особенный крест. Я желаю вам мира семейного, желаю, чтобы не возникало разлада между мужьями и женами, чтобы никто не хотел убегать под семь монастыря от своего недуховного супруга. Сегодня, кроме Матроны, мы рады поздравить с Днем Ангела Феоктисту, Александра, Антония и Ивана. С Днем Ангела, дорогие именинники! Радуйтесь! Имена ваши написаны на небесах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова